Микроавтобус подъезжает к входу в зеленую зону ВРКБ и волонтеры Всероссийской организации ветеранов боевое братство принимаются за работу, выгружают коробки с лекарством. Для них коридоры лечебных учреждений уже привычная локация. Молодежь из волонтерской роты боевого братства работала в красных зонах больниц, доставляла гуманитарную помощь медикам, продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции. Огромная работа у нас ведется именно по волонтерскому направлению, когда ребята, кто-то на время пандемии работал именно с людьми больными коронавирусом, развозили продуктовые наборы. Вот и сейчас они привезли лекарства, которые поможет медикам сражаться за жизнь больных ковидом-19. У нас есть подобная группа лекарств, это просто один из аналогов, который нам в виде благотворительности представила организация. Препарат используется в лечении больниц новой коронавирусной инфекцией. Движение, скажем так, уже не первый раз оказывает различную помощь организации в том или ином виде, в том числе и сейчас представили данный медикамент. Действительно, почти ровно год назад, когда борьба с новой коронавирусной инфекцией набирала обороты, представители волонтерской роты боевого братства уже посещали в РКБ и привозили медикам индивидуальные средства защиты, чай, кофе, продуктовые наборы. Все мы прекрасно понимаем, что любая сейчас посильная помощь, она применима и необходима. Поэтому, значит, те же самые маски, значит, это достаточно большой дефицит, который не так легко достать. Поэтому огромное вам спасибо. Коробки с лекарствами выгружены, остается формальность подписать бумаги о приеме медикаментов. Спасибо. Своим примером эти ребята показывают, что в тяжелое время медики и пациенты всегда могут рассчитывать на помощь. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Доблятова. Видное ТВ.